Всех приветствую снова на своем канале, уже сегодня в третий раз, но если вы не смотрели два предыдущих видео, то для вас первый примет. Видео будет посвящено АСМР, правда не в стиле АСМР ни шепотом, ни тихим голосом, скорее всего, без шевшаний, хотя я хотела взять те цветочки, которые как-то жаждали тоже выходить на сцену, но можете считать или сказать спасибо тем, кто подсирает в последнее время мне в каментах, тех моих питомцев недолюбленных, тем моим питомцам недолюбленным, ну в общем таких людей, в свое время на Тифаретнике и в ЖЖ, он же живой журнал называли питомцами, это люди, которые к вам неровно дышат, хотят с вами общаться, но вы им уделяете в какой-то мере мало внимания на их взгляд, и они начинают уже вместо любви вас обсирать. Но это так, отступление, на самом деле это с ними никак не связано, я уже месяц думала на эту тему, когда я не понимала, что такое АСМР, все эти мурашки, что от них ловит и там подобного, я писала какой-то, генерировала конкретный бред, я эти видео сама не смотрела, некоторые из них тупо не осилила, вообще не знаю, как вы их там, некоторые из них, чтобы 20 тысяч, что ли, там какое-то набрало видео, в общем, писала, что пришло в голову на камеру, говорила, вообще так это, ну поток сознания, как вот чукчи, что вижу, вот он пою, или еще там какой-нибудь же человек, там, не знаю, народ, который здесь, наверное, какие-то люди, да, вот это, о, я сижу, там стоит у меня, он это, ухо чешется, сережка расстегнулась, стоит у меня плетана против меня практически, но это смысл и пример, да, короче говоря, я поняла, что пока я не знала, как это делается, у меня как-то она генерировалась, я писала какую-то хрень, себя тяну, кому-то она нравилась, кому-то она нет, но судя по просмотрам, видимо, все-таки она имела какой-то успех, по крайней мере, это смотрели, смотрят до сих пор, и там, учитывая, какие каменные там были, и хорошие, и плохие, что это у людей вызывало какую-то реакцию, положительную или отрицательную, но вызывало, это, видимо, имело место быть, потом мне, девочка одна из Нижнего Новгорода, спасибо ей, разъяснила, еще к чему, хотя я читала и википедии, и еще что-то, и там, статьи какие-то смотрела, и видео смотрела об этом, но не доходило до меня, девочка мне объяснила, я поняла, я стала стараться писать, какие-то там обдумывала, вот это у меня чайная такая встреча была, я помню, что вот здесь я сидела и чаек там заваривала по просьбе трудящихся, и книжную такую библиотечку домашнюю я устраивала, и там какие-то цветы, что ли, на камеру, ну, что-то уже такое более-менее продуманное, там что-то такое, шепотом, наверное, в эту сумочке рылось, кто-то там мне писал, что мне смотреть никто не будет, там, по-моему, 26 или 27 тысяч просмотров на тот момент было, что-то такое, и, в общем, я стала понимать, что вот если вот что-то такое, ну, монотонное, вот там шептать что-то, да, это вот шептать, там, стучать, я понимаю, что я громко говорю, так что наушники можете не одевать, и стучу я довольно громко сейчас, мне кажется, в общем, стучать монотонно, там, или бумагой шелестеть, или даже те же журналы листать, там ничего не говорить, или наоборот шептать, что-то трендычать, какую-то от себя тяну, мой композитор внутри меня, да, можете плеваться, там, это ваше дело, если вас это нервирует, ревность, ненависть какую-то там, или еще что-то вызывает, зависть, там, можете плеваться, да, можете считать меня не композитором, но композитор внутри меня, он отвергает, это вот монотонное что-то, я понимаю, что, допустим, под дождь, будучи без мигрени, я бы заснула, такие монотонные капли, дождя по стеклу, да, вот будет, 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 наверное, то же самое СМР, да, но вот самой что-то такое производить, мне, у меня идет отторжение, мне хочется в конце, там, что-то такое сделать, как-то это прервать, в общем, я начала на эту тему задумываться, и понимаю, что у меня идет отторжение от СМР, я думаю, что тему этих СМР, так же, как приветливое видео, там, отдельный плейлист, надо будет оформить, чтобы красиво все на канале было, да, это, чтобы соответствовать, уже мне, там, я сделала себе на основе своих рисунков шапку, ну, эту картинку канала, да, и камера у меня теперь на высоте, качество 720 пикселей, или сколько-то там, 30 кадров в секунду, или 1080 пикселей, те же 30 кадров в секунду, я считаю, что так, очень хорошее качество, можете плеваться, я знаю, что всегда найдутся те, которые к чему-нибудь придерутся, камера у меня сейчас отличная, даже мой приятель сказал, что это, в общем, очень хорошая камера, и даже те, кто ее продавал, самая дорогая камера, она в этой категории была в магазине, в общем, камера у меня отличная, нет микрофона, ну, извините, микрофона нет, я его даже как-то это и не планировала, я посмотрела, какой он выглядит, мне стало жутко от этого микрофона, об этом я говорила раньше, и, в общем, я считаю, что со мной, я думаю, завязать. Два варианта, почему я хочу завязать, это, соответственно, да, вот я стала подумывать, как это, что это, нет, конечно, какие-то там видео, типа там налить чайчик, отрекламирует его, или там книжечку полистать вместе с вами, или шепотом что-то пробубнить про эту книжечку, или что-то рассказать, я помню, что у меня еще было два видео, которые я сама заявляла, что они болтологического, шепотливого характера или тихого гора будут, это продолжение темы хейтеров, как-то, вежливость, общение с вежливостью, и на слово бомбит, я, возможно, это когда-нибудь сделаю, возможно, это будет не в СМР-а просто, возможно, это будет в АСМР, и второй вариант, у меня тупо, у меня нет отдачи, вот, допустим, я выхожу в нашем любительском театре, даже плюс, пусть там у нас там 10 зрителей, иногда бывает, иногда и 7, и там половина этих всех, те же библиотекарей, это типа все свои, для своих же, да, идет какая-то отдача, идет энергия, я ее чувствую, на тех же литературных слетах, где у меня дико трясутся руки от волнения, идет какая-то отдача, даже если половина людей галдит, и мне приходится повышать голос без микрофона, и все равно идет какая-то отдача, идет какое-то удовлетворение, идет какая-то там энергия, здесь я ни этого не чувствую, у меня нет стимула, во-первых, ребятки, когда у меня было 200 подписчиков на канале, год назад, в феврале, я как раз подключила эту монетизацию, у меня начислений за меньше месяца было больше и просмотров рекламы, чем сейчас, когда у меня 3600 с чем-то подписчиков, вы, конечно, скажете, что мы те одолжения делаем, чтобы просматривать, и нифига вы не просматриваете, у меня в этот месяц, вот за январь, у меня 377 где-то там просмотров, только рекламы, из 74 тысяч просмотров. Эти деньги у меня шли на оплату интернета, у меня иногда набиралось 350, иногда 300, последний раз где-то 170 у меня выходило, выводила это на телефон и платила обычно через телефон за свой яртелесервис. Канал совершенно не поддерживается, конечно, спасибо тем двум человекам, которые когда-то, Бальчик, там предложил сделать эту монетизацию, ну, в смысле, типа, донат, Лёля, напиши там где-то, все так делают, богатые не особо, и т.д. и т.п., кто стрижет деньги с каналов, ну, и, соответственно, его словами я не помню, но суть такая, что, в общем, если, что типа, вот там, я помню, он меня проспонтировал, как раз первый конкурс проводила. Второй раз девочка, которая, мы с ней иногда тогда общались в этом ВКонтакте, сейчас она мне пару раз, может, писала, просто не буду говорить ее имя, потому что у нее там, по-моему, фейховый аккаунт был, и она, как раз, я так поняла, скрывалась там от своих реальных людей, друзей ВКонтакте. Она мне тоже как-то спонсировала, но в результате, в общем, можно сказать, что частично она мне проспонсировала штатив. Но камеру покупала на свои деньги, я вкладываю свои деньги в этот весь материал, я трачу время свое, энергию, допустим, электрическую, это все как-то идет, за тот же интернет. В общем, я не чувствую никакой, я не вижу никакой поддержки от вас в этом плане. Я слышала уже, читала эти комменты, что типа, ты сама себе должна, мы тебе ничего не должны. Если вы мне ничего не должны, то я вам тоже ничего не должна. Это уже тоже обговаривалось. Суть такая, что если вам хочется от меня какое-то видео из тех, что я обещала, из тех, что вы там, возможно, оставляли запросы, но я почему-то или до сих пор не выполнила их. Есть такое, потому что у меня где-то на обычные запросы просто облакноте лежит, как-то руки не доходят. Мое мнение, буди позитивен, посчитай хотя бы о нем еще сначала. В общем, о чем-то таком, к чему я вообще как-то никак не отношусь. Но когда мне делали запросы, я всегда качественно очень подходила серьезно к этому делу. Я читала информацию, литературу, знать, что и зачем, если это было ко мне никак, никаким местом не касалось. Я считаю, что я подавала очень качественный контент. Может быть, на тот момент камера была не настолько крутая. Может быть, я на тот момент не нашла у себя еще фотики режим на 720 на широкополосный экран. Но контент был хороший, качество. Именно наполняемость. В принципе, если вы смотрите с телефона, то там минимальное расширение. И вот на телефонах, я так понимаю, у меня где-то две трети смотрят с телефонов или с планшетов. Насколько мне известно по статистике. И в принципе, там качество и такое, что бы шло. Ну, на компьютере, конечно, это да, уже так хреново, там эти пиксели видно. Суть такая, что я считаю, что я очень качественно, очень ответственно подходила к вашим запросам. Если вы считаете, что я вам что-то должна, пожалуйста, подписывайтесь от канала. я вас не держу. Я, как поняла, мне в сути как-то не играет. 200 у меня подписчиков на канале или 3600. Ну, вряд ли у меня дерьма на канале будет меньше в комментах. Ну, да, кстати, плюйтесь в комменты. Если вы считаете, что я вот вся такая неправильная, то, пожалуйста, давайте вашу желчь в комменты. Я вообще вам глушу. Вы от меня как минимум человек 100, ну, как минимум 100 человек татушные должны отписаться. Вы же такая плохая, не хочу бесплатно что-то делать. Вот у меня слюна пошла. Можете это обсудить еще потом. Я дико внезапно с утра начала, к вечеру жутко простудилась. Как оказалось, не я одна. Ну, в общем, если вам хочется, чтобы я что-то сняла и вы считаете, что я действительно делаю работу, вкладываю свое время и что это действительно труд и что это должно оплачиваться, на канале в разделе о канале. сейчас случайно таблетка на куннагоршем дарахнула опять. В одном из видео сегодняшних тоже это было. Вот что, звук? АСМР? Ловите мурашки. Если вы считаете, короче, что я все-таки работаю и что это должно как-то оплачиваться, как-то это, если вы считаете, что вашего спасибо как бы мало, я никого не обязываю. Посильная, как говорится, копейка, как написано у нас сейчас на донате нашей команды, на томике, манги. В общем, если вы считаете, что я что-то такого заслуживаю, что моя работа чего-то стоит и вам хочется, чтобы я что-то для вас сняла или продолжала снимать АСМР или чтобы оно выходило не раз в три месяца или там не раз в месяц, хотя бы где-то раз в две недели, то, пожалуйста, на канале есть информация там на этот Яндекс кошелек и если вы как мне тут недавно писал в комментариях я не умею пользоваться Яндексом, на Яндекс можно положить он у меня как бы написан за меня, короче, в свое время я его оформила, заплатила там какую-то монетку, ввела свои данные паспортные и все в таком духе. На Яндекс можно положить Евросети, на Яндекс можно положить с любой карты, не обязательно Сбербанка, там есть еще кошелек випмани долларовый либо рублевый какой удобно. Ну и в принципе посылки никто не отменял, это я чисто так говорю, если вы считаете, что моя работа достойна не только спасибо, то вот так. В принципе можно делать видео на заказ. Однажды я сделала видео на заказ, мне человек пообещал, сказал, что вот значит если ты сделаешь, я тебя там как-то оплачу. Сумма не оговаривалась, все было на совести человека. Человек потом сделал вид, что он не он, в смысле, что такого ничего не было, и начал мне льстить, кстати, вот именно лезтью, вы вообще ничего не добьетесь, я знаю, что я офигительная, я знаю, что я уникальная, я знаю, что я офигенная. И попутно поливать дерьмо мой город. Этим тоже не добьетесь, можете поливать меня дерьмом. Некоторые из вас только этим и занимаются. Можете поливать дерьмо мой город. От этого он хуже не станет, и вообще считаю, что у меня очень шикарный город. Иначе в него бы не ехали кучи туристов практически круглогодично. В общем, если вас не устраивают мои правила, что я, допустим, возможно буду писать СМР где-нибудь так раз в месяц. Вот приспичит мне захотелось, а так это пришла мысля вдохновения и решила это писать. Или раз в три месяца. Или вообще не буду. Если вас такое устраивает, то пожалуйста отписывайтесь. YouTube большой интернет тоже, я думаю, на YouTube довольно достаточно более профессиональных СМРистов. Я себя СМРистом вообще не считаю и заниматься этим стало в свое время просто попробовать одного товарища. анонимного стефоритника. Если же вас устраивают именно мои правила, то номера кошельков на канале. В разделе о канале. Ну и да, в принципе, изначально я думала, что забросить канал полностью, но вот как-то мне все же ближе обозревать нормальным голосом, а не тихим вот эти всякие там бабочки пустые, коробочки пустые, что я там купила себе пожрать. просто еще что-то такое пока, но меня устраивает. Правда, я пишу, конечно, видео реже, сегодня у меня получилось так, что вот бум такой, соскучилась даже, наверное. Написала несколько сразу скопом, но, насколько, думаю, вам тоже известно, что я в последнее время писала или раз в 10 дней, или раз в неделю. У меня сейчас увлечение скользить, мне он ближе. Хоть там не платят деньги, но то, что мне тупо пишут спасибо за перевод, ваш перевод более качественный, чем других, мне это очень-очень радует. Я чувствую отдачу. С СМР я этого не ощущаю. Возможно, не совсем гладко, как я хотела изначально записать в видео, возможно, вы уже задолбались это слушать, но основную суть, я надеюсь, я донесла для вас, в общем, СМР будет плейлист наполненный, как он сейчас есть, но он, скорее всего, подохнет. Будет канал обратно, типа, конечно, ни хрена не бьюти, не блогер в этом плане, я реснички не крашу, можно не штукатурю лица, но он вот именно такой универсальный, там про книжки также будут рассказываться, про все остальное, также, но никакого шепота, никакого тихого головса, никаких цветочков шуршащих, страничек перелистываемых, стучания и прочего. И да, конечно, там можете считать, что это из-за того, что моего последнего видео. Я его вообще не хотела записывать после того, как человек какой-то не досмотрев, видимо, даже не смотрев видео, написал мне комментарий, а когда СМР таким требовательным тоном, и да, вы очень часто мне такое писали, когда, 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 вот будто я вам должна, будто вот у меня такая арабская работа, я должна, я там где-то записала, подписалась в обязательствах, я должна там все поставлять это СМР. Ну и, в общем, я после этого комментария очень не хотелось что-то такое делать, хотя у меня уже была идея, я хотела скомпоновать два микрофона, пусть они были бы на диктофонах, в виде диктофонов на моих Касио, на старом и предыдущем футике, записать это еще на видео, просто как я это говорю, но чисто вот после такого камента, после такого отношения, пусть даже одного человека, но я подозреваю, что таких прилично было бы, судя по таким подобным комментариям, мне просто отпало всякое желание, поэтому я не особо вкладывалась в это все, и звуки типа вот таких, я подозреваю, что вряд ли они вызывают какие-то супер мурашки, ну, я вот умею такой звук делать, он мне нравится, поэтому я не особо вкладывалась, я просто тупо записала два фалика на две с лишней минутки, каждый их потом скопировала, я думала, что внимательные заметят, но видимо вы не особо внимательные были, и скорее всего просто плевали с ненавистью, большая часть из вас, я тупо обрезала, первый фалик там назывался типа звуки рта, начиналось голосом таким, потом второй фалик я там чуть-чуть срезала лишнее, где звук включения фотоаппарата, его раз продублировала, и потом в конце поставила то, что было в начале, только уже с разрезанным, без звуков рта, поэтому он вышел где-то на 8 с чем-то минут, ну, вообще я просто поняла, что у меня не хватит времени, сил, я не осилил вот это вот чмоканье, на сколько там надо минут, сколько оно выглядит, как оно есть, видео, которое я смотрела у одной девочки, оно было не особо длинным, но я так поняла, что больше 5 минут все-таки от меня ждут чего-то такого, и вместо того, чтобы снимать себя на камеру, я просто закинула туда фотки, какие мне показались подходящими, даже если они не подходят, не подходили под тему чмоканей, вот такие дела, если вы досмотрели и еще живы, то спасибо вам, ну и да, если вы считаете, что я вся такая плохая и вам должна, пожалуйста, подписывайтесь от моего канала, я без вас точно скучать не буду и не расстроюсь, пока!